Всем привет! Это видео о том, как восстановить доступ к почтовому ящику любого имейл-сервиса или получить хоть какую-то информацию из него, если доступ утерян окончательно. Хочу сразу же оговорить, что мы никого не призываем ни к каким противоправным действиям. Речь пойдёт не о каком-то хакерском взломе, а о том, что может сделать обычный пользователь на домашнем или рабочем ПК в случае утереть доступа к почтовому аккаунту и необходимости его восстановить. Поехали! Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу, запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдёте решение любого вопроса, начиная от установки системы, её настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. В данном видео рассмотрим способ, при котором есть доступ к компьютеру пользователя имейла. Так как получить доступ к имейл пользователя удалённо можно только путём фишинга и социальной инженерии. То есть только способом получения пароля от имейл ящика пользователя обманным путём. Поэтому не ведитесь на онлайн-сервисы или программы, требующие ввода или передачи логина и пароля от своего действующего ящика. Вместо обещанных услуг может последовать взлом вашего аккаунта или ваш адрес попадёт в бесконечные списки по рассылке спама. Конечно же, все без исключения почтовые сервисы надёжно защищены. Часто имеют двухфакторную аутентификацию или привязаны к мобильному пользователю. Поэтому попасть в почтовый ящик путём, скажем, подбора пароля нереально. Как же это сделать? Допустим, есть компьютер, которым пользуется человек, к почте которого необходимо восстановить доступ. Запускаем данный ПК. Если у вас есть доступ к нужной учётке, вы знаете пароль или он не установлен, отлично, заходите в неё. Если доступа к такой учётной записи у вас нет, не расстраивайтесь, в неё можно войти и без пароля. О том, как войти в Windows, не зная установленный на вход в учётную запись пароль или сбросить его, у нас есть отдельное видео. Ссылку на него я оставляю в описании. После того, как вы вошли в компьютер, запустите Hetman Internet Spy. Ссылка на страницу для скачивания программы будет в описании. Выберите анализ системы. После его окончания выбираем нашего пользователя. Обратите внимание на следующий момент. Для получения доступа к почтовому ящику пользователя, желательно войти в Windows из учётной записи, которой пользуется данный человек. Это имеет значение, так как система не предоставляет доступа к некоторым учётным данным и паролям от одной учётной записи для другой. И браузер для анализа. Для этого необходимо проанализировать именно используемый пользователем браузер. Чтобы узнать его, перейдите в параметры Windows Приложения Приложения по умолчанию В строчке Web Browser вы увидите установленный по умолчанию. Обычно это тот, который и используется пользователем как основной. Запускаем анализ браузера. Но вы можете и поочерёдно проанализировать все браузеры, пока не обнаружите тот, в котором есть нужная информация. Какие же данные нам отобразила программа после окончания анализа браузера? Нам стала доступна полная история интернет-сёрфинга проанализированного пользователя. Вся она в хронологическом порядке отображена в меню История. Здесь много данных. Первым, что нужно проверить, если необходимо восстановить доступ к e-mail, это смогла ли программа вытащить пароль от него. Для этого переходим в меню Пароли. Здесь отображены все зафиксированные браузером логины и пароли. В том числе и от почтовых сервисов. Если вы здесь увидите пароль от желаемого почтового ящика, адрес которого вам известен, отлично! Просто переходим к нему и вводим этот пароль. Определитесь, какой почтовый сервис для этого используется. Перейдите на его стартовую страницу. Введите известный вам логин и обнаруженный программой пароль. Так, e-mail от Google заканчивается на gmail.com, от Yandex – на yandex.ru, yahoo – yahoo.com, aol – aol.com, outlook – outlook.com или hotmail.com и т.д. В таком случае все, доступ к почтовому ящику восстановлен. Но если пароль от известного вам основного почтового ящика по какой-то причине не отображается, но Internet Spy отобразила логины и пароли от других e-mail-адресов, которые использует данный пользователь, то возможно один из них является почтой восстановления доступа к нужному вам ящику. Что это значит? Регистрируя электронную почту, сервис, как правило, запрашивает указать еще один e-mail, который верифицируется и используется для отправки на него кода и восстановления с его помощью забытого пароля или утерянного доступа. Это и есть почта восстановления. Как этим воспользоваться? Перейдите на страницу почтового сервиса. Введите логин, если он не введен. И нажмите возле поля для ввода пароля ссылку «Забыли пароль» или «Вспомнить пароль» и т.д. Здесь попытайтесь найти упоминание почты восстановления данного почтового ящика. Адрес данного почтового ящика может быть также скрыт. Тем не менее, так мы узнали почтовый сервис почты восстановления, а иногда и начальные символы логина. Для сброса пароля от нужного почтового аккаунта отправляем на почту восстановления письмо с кодом подтверждения. И теперь можем посмотреть пароль к нему среди обнаруженных Hetman Internet Spy e-mail-адресов и паролей к ним. Вот нужный нам адрес. Получив доступ к почте восстановления, мы можем с ее помощью сбросить пароль от основного e-mail и свободно перейти к нему. Имейте в виду, что не у всех почтовых сервисов восстановление пароля почтового ящика происходит через почту восстановления. Это может быть и номер телефона, на который отправляется пароль восстановления доступа или пароля. Доступ к почтовому ящику получен. И кстати, еще одно важное наблюдение. Если программа не определила пароль от нужного почтового ящика, но вы видите, что в других ящиках или аккаунтах сайтов или социальных сетей, которые Hetman Internet Spy также отображает, есть повторяющийся пароль, то велика вероятность того, что он используется и для основного почтового ящика. Попробуйте войти в него с помощью такого пароля. Пользователи часто используют один и тот же пароль для разных аккаунтов. Дальше. Может также быть, что в данном меню не будут отображены пароли от нужных почтовых ящиков. Знайте, если пароль на вход Windows предварительно сброшен вами, то программа вам не отобразит пароль от аккаунтов данного пользователя. Это связано с системой безопасности Microsoft. В таком случае установите пароль на данную учётку пользователя Windows и перезагрузите систему. Для этого перейдите в панель управления – Учётные записи пользователей – Управление другой учётной записью. • Выберите данную учётку • Создать пароль • Параметры • Учётные записи • Параметры входа • Пароль • Добавить • После этого снова проанализируйте систему с Internet Spy. В результате пароли к обнаруженным учётным записям отобразятся. • А если логин и пароль не сохранились в браузере и получить пароль к нужной электронке не предоставляется возможным? • Каким же данным мы получаем доступ без пароля? • Перейдите в меню История • Вкладка Почта • Здесь отображается вся email переписка, которая осуществлена с использованием любой почты с данного браузера. Она отображена в хронологическом порядке. • Internet Spy отображает заголовки всех возможных писем. • С какого или на какой почтовый ящик было отправлено сообщение. • Если вам просто необходимо определить факт отправки или получения какого-то сообщения, то данной информации вам может быть достаточно. • Программа всегда может вам пригодиться для того, чтобы в любой момент восстановить информацию по почтовому ящику, доступ к которому утерян. Я показал способы получения доступа к email на примере Yahoo. Но для любых других почтовых сервисов они также подойдут. Если вы не хотите, чтобы вашу электронку взломали, будьте бдительны. Используйте сложные пароли, многофакторную аутентификацию, разные пароли для разных аккаунтов и т.д. На этом всё. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если данное видео было полезным для вас. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Жмите на колокольчик, если хотите быть в курсе наших новых роликов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.